Конечно, многие процессы, как ранее в семье российских регионов, управляются сверху умений, с федерального уровня. Но все-таки есть интересные эксперименты, которые проводятся на уровне муниципалитетов и которые не доступны, что там происходит тоже много всего интересного и накапливается определенный опыт, который может быть в дальнейшем использована в системе муниципального управления. Поэтому я расскажу вам о интересном эксперименте, который имел место в моем родном городе, в Мурманске, в 2013 году и который в какой-то степени имеет свое продолжение и сейчас. В Мурманске был разработан так называемый инновационный проект 3D-бюджет. Название он получил от трех русских двух начинающихся в Мурманске. Это «Давайте 9 деньги». Этот проект действительно инновационный для Мурманск, потому что ранее ничего подобного у нас не было. Цель этого проекта будет оформлена. Во-первых, нужно было вовлечь как можно больше жителей в формировании бюджета, в бюджетный процесс, потому что хотя и есть у нас система открытых бюджетных слушаний, практика показывает, что очень мало горожан посещают эти открытые бюджетные слушания. Кроме того, нашим муниципальным властям было интересно определить наиболее важные проблемы в развитии города с точки зрения насильения. Ну и, конечно, третьей целью была поставлена цель формирования социально-ориентированного бюджета, хотя как раз достижение бюджета и цели поставлено тот вопрос. Проект «Бюджет-3D» и «Бюджет-3D» состоял из трех последовательных стадий. Первая стадия – это заполнение анкетами, которые могли заполнить все желающие. Это были и бумажные версии анкеты, и анкета, которую можно было заполнить, используя интернет-ресурсы. Также можно было воспользоваться помощью, например, средств массовой информации, тем не самым хозяином. Вторая часть была достаточно, с моим точки зрения, инновационная, интерактивная. Это было распиливание муниципального бюджета на центральной площади города Чехосовного зря. Я покажу вам в этой картинке. И далее часть бюджета должна была быть сформирована с учетом мнений и интересов горожан. Причем целых 10% бюджета было определено на эти цели. То есть 10% средств должно было быть распределено с учетом мнений, с какого-то искусственного выражения в рамках этого проекта. Немного об анкете. Первая часть анкеты была простым вопросом, какие расходы, какие такие расходы вы считаете приоритетными для Новгородства. В 2014 году уже было определено 9 вариантов расходов, и остальные 10 вариантов нет. А вторая часть анкеты позволила нашим властям понять, поддерживали ли граждане основные социальные проекты реализации в городе Новгородске. Результаты первой статии были на самом деле потрясающими. Потому что было много сомнений, было много вопросов, как заработает ли это в городе Новгородске. Но более 25 тысяч наших горожан ответили на вопросы анкеты. И на самом деле это немало, если не сказать, что это для первого эксперимента. Ну и наконец, вторая статия этого проекта. Распиливаем бюджетом 4 ноября, Нерабочий день Российской Федерации. Это праздник, когда горожане приходят 7 лет на основную, главную площадь города. И в этот раз для них был приготовлен жюн пресс. А вы могли увидеть там огромное соревнов, которое было разделено на 9 секторов. Мы с вами видели название этих секторов. В этом ремне было 12 с половиной тысяч отверстий. И горожанам было 12 с половиной тысяч маленьких деревянных палочек. Каждый мудрит только одну. И поместить ее в тот сектор ремена, который отражал приоритетную, с его точки зрения, статью Раскова. Еще раз, кстати, на сходах, вы можете ее видеть на слайде. Ну и в общем-то, достаточно скоро. Вот это наше ремно выглядело как такой дожик, что ли, или как его еще назвать. То есть горожане высказали свое мнение. То есть тем 25 тысячам людей, которые запомнили анкеты, прибавилось еще 12 с половиной тысяч рублей, которые проголосовали вот таким вот образом. Дальше произошло буквально распиливание бюджета на 9 секторов. В общем-то, люди это делали с удовольствием. Тепцепелил более быстро и активно получили пилу в качестве подарка. Это будет как-то свинник такой заобратный. Ну и, наконец, получилась такая своеобразная диаграмма. То есть получились 9 кусочков этого карминала, но и более близкие, высокие. Это те сектора, за которые проголосовало большинство горожан. Ну и здесь я подготовила для вас какую-нибудь большую диаграмму. Вы можете видеть, конечно, я играла в афтономию. Это спорт, это различные муниципальные услуги, которые волнуют горожан большинства. Вот таким образом проводился этот эксперимент. Еще потрачу пару минут вашего времени, чтобы рассказать на самом деле о его результатах, потому что мнение о результатах, ну, как минимум двоярное. Что касается нашей городских властей, то, судя по средствам массовой информации по выступлениям, по пресс-релизам, результаты они достигли очень-то неплохо. На самом деле, мы с Евгением Александровым занимались исследованием этой проблематики. Первым образом, партисципативного бюджетирования в Российской литерации, в том числе в Новгородской области. И мы, в общем-то, склонны были прийти к выводу, что городские власти достигли промежуточного результата и на этом остановились. Промежуточный результат – это выстраивание коммуникаций с жителей области. То есть люди готовы идти навстречу, они готовы участвовать в разного рода проектах, они заинтересованы. То есть с ними можно повторять подобный эксперимент. В то же время они продемонстрировали, что поддерживают целый ряд муниципальных проектов. Это тоже знак для городских властей, что именно в этом направлении можно продолжать финансирование. В то же время, с точки зрения горожан, участников этого проекта, какого-то реального результата, который был бы зафиксирован в какой-то формальной форме, к сожалению, не получилось. То есть люди не могли отследить, к какому результату привело это голосование. То есть куда реально были потрачены с 10 миллионов бюджетных средств. Это достаточно немало. И, в общем-то, проанализировав отклики людей, даже средств массовой информации в интернет, мы обнаружили, что были нейтральные отзывы, люди сомневались, может быть, эксперимент не закончен, может быть, они еще в середине пути. Были такие резко негативные высказывания, были того, что горожанами воспользовались как неким бездумным механизмом, проверили какую-то пиар-акцию, которая позволила поставить галочку на спальню лождя, ну и посчитали нужным довести это до какого золотического завершения, поставить точку и продемонстрировать результат. Больше такого эксперимента в Москве не проводилось. Мы сейчас всей страной, всей Российской Федерации переходим к другому проекту «Бюджет для всех». он несколько по-разному реализуется в субъектах Федерации, но все-таки достаточно единообразный. Ну вот такой опыт все же имел место быть, это тот опыт, который, я думаю, стоит принимать во внимание. Мы с Евгением Александровым в ходе исследований сначала сказали, что это провал, в сути дела, так вот. Схема «Бюджет» и потом мы бюджетирование здесь проводилась, это неудача. Но потом, когда мы послушали наших прецедентов, подумали, мы решили все-таки делать такие несколько негативных оценок, то есть, может быть, сказать, что для данного периода, для внедрения системы патронного бюджетирования я это все-таки не полагала, может быть, какой-то успех, промежуточный результат, в котором мы все не останавливаемся. Спасибо. Спасибо.